В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Активным общественникам поджигают машины. Хоккейный клуб Сарарка выставляют на торги. Танцы, инвалидные коляски и первый успех. Заказ или не заказ? Зачем в поселке Молодежный подожгли автомобиль Александру Мосину? Активист и председатель общества содействия автомобилистам Руслан Лазута подозревает полицейских в поджоге. Эта скандальная история началась 1 июля, когда местному жителю Александру Мосину сожгли машину. Мать Александра Евгения Мосина стала свидетельницей поджога и к тому же узнала поджигателей. На этом расследовании как в стену уперлась. Как сегодня считают, это был заказ. После того, как потерпевшим начали писаться заявления, ну то есть какие-то профессиональные действия, всячески стали ставиться палки в колеса. То есть потерпевший показывает в научных ставках, я вижу, я знаю, я узнаю этого человека, который поджогом в эту машину. Начинается вот эта юридическая казуистика. Эта версия, в общем-то, уже на сегодняшний день для нас становится основной. Александр Мосин считает, что эти парни намеренно подпалили его машину. Возможно, это был заказ. Александр является активистом общественного объединения общества содействия автомобилистам и неоднократно конфликтовал с полицейскими, а потом выкладывал ролики в интернет. Теперь он предполагает, что ему решили отомстить за активную общественную деятельность. В следовании идет постоянная пробуксовка. Даже следователь пропал. Боебова где? Когда будет? Ну уже 10 часов почти вечера. Он же в оперативной группе. Почему его нет на месте? Почему оперативники здесь находятся, а он уехал в отъезде? Он по уголовным делам. Оказывается, чтобы даже зайти в общий зал местного ОВД не так просто. Могут и в нападении обвинить. Абсурд совсем нет. Сотовый телефон убери. Что ты стоишь и снимаешь, а? Да записывай и не снимайся. Зачем ты записываешь? Выйди отсюда. Ну выйди туда, там и снимайся. Я к вам не захожу. Я говорю, выйди туда. Не надо снимать. Вот что ты делаешь? Ставя твоего сына и не приставай. Ты и так его избил. Почему он снимает дежурную часть? А кто его избил? Почему он снимает дежурную часть? Это запрещено, объясните мне. Ты видишь, что здесь написано? Молодец, что там написано? Он знает, что это написано. Я туда не зашел. Здесь это режимный объект. У нас здесь есть камера хранения оружия. Почему он хочет снимать? Можно завтра, что отделом полиции нападение сделает? С каждым днем Руслана Лазута и Александр Мосин убеждаются в том, что их версия единственно верная. Появились уже и угрозы. Угрозы, они периодически были. Более того, пытались на него надавить через местных таксистов, которые занимаются частным извозом молодежи. Чтобы вы там поговорите с ним, чтобы он не совал нос туда, куда они им не следуют. Оказывается, противостояние длится не первый год. По словам Александра Мосина, он уже судился в 2011 году с Ерболом Жусуповым, автоинспектором. Дело доходило до потасовок. Тогда Александр суд выиграл. Наш молодежный сотрудник дорожной полиции неоднократно мне угрожал. Говорил, что тебе хорошо живется. И угрозы были очень. Так почему же следствие топчется на месте? Нас только на третий день начали допрашивать. Следователь у матери просил денег на расследование, просушку устанавливал. Она сразу позвонила РОВД, ОСБ, сообщила, что он деньги просил на это. И попросила, чтобы сменили следователя. Следователя поменяли. Ну, этот следователь также от меня скрывается, не хочет со мной разговаривать. Пока вывод напрашивается сам собой. Сжечь эту автомашину заказали сотрудники дорожной полиции. Есть основания так полагать. Имеются ролики, аудио, видеозаписи с угрозами в адрес Александра именно со стороны сотрудника дорожной полиции. Поэтому мы не говорим, что это именно этот сотрудник. Но одна из версий, основных версий является вот такая вот месть. По данному факту заявление о зарегистрировании органов внутренних дел в настоящее время проводится расследование. Коротко и ясно. Сергей Высокосов, Улужас Гамбасов, Айдын Жакан, Бахтия Русланов, Первый, Карагандинский. Надо отменить все правовые нормы, могущие препятствовать развитию бизнеса. Малый бизнес должен стать традицией семьи, передающейся из поколения в поколение. Так сказал Нурсултан Азарбаев. В послании главы государства народу Казахстана, Казахстан-2050, озвучены задачи по развитию малого и среднего бизнеса. Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств значительно упростил разрешительную систему, усовершенствовал работу по проблемам регистрации юридических лиц. При регистрации юридических лиц, относящихся к малому, среднему и крупному бизнесу, не требуется предъявление устава. Также для регистрации установлен срок в один рабочий день. Правительству дано поручение привести план второй пятилетки индустриализации в соответствии с дорожной картой «Бизнес-2020». Совместно с Национальной палатой бизнесменов разработать эффективные средства методологической помощи бизнесменам, только начавшим свою деятельность. Регистрация субъектов малого предпринимательства будет осуществляться через электронный портал правительства. Это очень много дает для предпринимателей, чтобы каждый имел возможность регистрировать свой бизнес, не ходить по государственным учреждениям, сидя у себя дома, у себя в офисе, открыть свой бизнес. Также предусмотрен ряд упрощений при регистрации, ликвидации юридических лиц. То есть больше не требуется предъявлять в органы юстицию и справку из налогового органа об отсутствии налоговой задолженности юридического лица, решение уполномоченного органа о составлении ликвидационного баланса. Правительству поручено рассмотреть вопросы о необходимости законодательного закрепления добровольного страхования перед третьими лицами, как альтернативы проверкам, усиление роли Национальной палаты предпринимателей, в том числе введение института уполномоченного по правам предпринимателей, развитие предпринимательской деятельности в Казахстане – главное условие социально-экономического развития страны и качественного повышения уровня жизни казахстанцев. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Почему велосипедисты стали угрозой для пешеходов? Где теперь ходить с пешеходом? Никто не знает. Правда, никто не знает, где же можно ездить велосипедистом. Проблема серьезная и не только карагандинская. Можно только радоваться тому, что горожане увлеклись экологически чистым и полезным для здоровья транспортом. Вот только ездят они зачастую как попало, мешая пешеходам, а порой и вовсе угрожая их здоровью. На днях не справившийся с управлением велосипедист сбил 4-летнюю девочку. Все произошло в парке на глазах многочисленных гуляющих. Подростки на велосипедах сбивают детей и врезаются во взрослых. И если до сих пор пострадавшие отделываются легкими телесными повреждениями, то это вовсе не означает, что так будет всегда. Вероятно, прокатчиков велосипедов это мало волнует. А дети, которые берут у них велосипеды, не особо заботятся о чужом имуществе или о здоровье окружающих. Да и перед велосипедистами стоит небольшой выбор. Либо создавать угрозу для других, используя тротуары, либо создавать угрозу себе, используя дороги. В следующем году ведется работа по созданию, по разработке комплексного плана развития автомобильных дорог на 2015 год, в который будет включаться укладка сольто-бетонного покрытия, установка ограждений, устройство велодорожки, тротуарной дорожки, также освещение. То есть пока планируется пять улиц города. В стародании времена, о которых говорят, это было в прошлом веке, велосипедист с 14 лет сдавал экзамен на право вождения велосипеда. И только получив номер в ГАИ, мог ездить по дорогам. Что сегодня происходит? На велике дороги просто переезжают по пешеходным дорожкам. В городе нет ни одной велосипедной стоянки. О специальных велодорожках и речи нет. На развитие велокультуры в бюджете тоже денег нет. Хотя количество велосипедов растет день ото дня. Ведется же плановый ремонт дорог. Почему не предпринять попытку проложить велосипедные дорожки? Это непростая проблема, но она требует своего решения. И откладывая ее на завтра, мы можем получить непредсказуемые результаты. Сергей Высокосов, Нарусултан Исаев, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм. Представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это Ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. Под девизом «Дари детям добро» проводится ежегодная широкомасштабная акция «Дорога в школу». В этом году акция проходит с 1 августа по 30 сентября. Целью акции «Дорога в школу» является оказание материальной и моральной поддержки социально уязвимым семьям во время подготовки к школе спонсорами и меценатами. Также традиционно в период акции проводятся мероприятия по охвату детей школьного возраста, обучением в организациях образования. В ходе акции будут приняты меры по обеспечению доступа к обучению всех детей школьного возраста, в том числе детей, проживающих в малообеспеченных, многодетных, неблагополучных и неполных семьях. Детей с особыми нуждами, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках данной акции мы должны охватить свыше 3000 детей из социально защищаемых категорий, детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, и те семьи, которые обратятся к нам за помощью, независимо от того, в какой ситуации в тот или иной момент находится данная семья. В рамках акции во всех организациях образования проводятся школьные мероприятия по оказанию помощи детям, которые нуждаются в социальной поддержке. Будут организованы благотворительные марафоны по вручению школьникам подарков в преддверии нового учебного года. За счет местного бюджета выделено финансирование на проведение данной акции свыше 12 миллионов тенге. В ходе рейдовых мероприятий, рейдовые мероприятия будут проходить по городу, будут выявляться дети, которые у нас не посещают школу по социальным причинам, и мы будем их обеспечивать дальнейшее обучение в организациях образования. Во всех школах города размещены информационные стенды об акции «Дорога в школу». Расклеены логотипы, также действуют пункты по сбору вещей и школьных принадлежностей. Организована бесперебойная работа горячих линий, телефонов доверия, общественных приемных в организациях образования для оперативного реагирования граждан. Все заинтересованные лица могут звонить по телефону 34 39 15, 34 34 13, 34 39 92, 34 39 10. Лариса Хусынова, Нурсултан Исаев, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. К другим новостям. Мечеть в Майкудуке провела благотворительную акцию. Сотрудники раздавали продукты питания, одежду людям, которые имеют социальные проблемы. Имамы мечети помогли детям-сиротам, матерям-одиночкам. Сейчас в мечетях проводится множество различных благотворительных акций такого рода. Верующие люди считают своим долгом оказывать помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Я мать-одиночка. Мечеть помогает матерям-одиночкам, детям-сиротам, многодетным семьям. Огромное спасибо Аллаху. Участники акции положительно отзываются об имамах мечети. Они отмечают их особое гостеприимство, скромность, отзывчивость и желание помочь нуждающимся. Оказать посильную помощь нуждающимся может каждый карагандинец. Жительница Сарани заняла первое место в международном танцевальном конкурсе в Астане. Айгуль Балмаганбетова с детства прикована к инвалидной коляске. Она нашла себе в силы и превратила средство передвижения в спортивно-танцевальный атрибут. Сам конкурс проводится в Казахстане впервые. Айгуль живет в Саране, в новом интернате для людей с повышенными потребностями. Сейчас девушке 23 года. Переехав в интернат, она сразу дала понять, что любит танцы. Эту программу она изучила буквально в краткие сроки. Это где-то была подготовка не двухнедельная, но тем не менее она показала себя на высоком уровне. Была такая высокая техника исполнения. И я думаю, это все-таки заключается в характере Айгули. Айгуль занимается танцами уже 6 лет. Благодаря упорным тренировкам, преданности делу и собственному желанию со временем танцы получались все лучше и лучше. Айгуль лично получила приглашение на мероприятие от президента Федерации современных танцев Алии Тусупековой. Под руководством хореографа, который работает в интернате, они начали подготовку к конкурсу. Я очень рада была, сама не осадала прям. Душа радовалась, пела, летала прям. Вот, когда меня назвали, я рада была, что мои были, Ляля Бибидена, рады за меня. В планах у девушки выучить вот и на американские танцы, чтобы в следующем году выступить еще в одной категории. Ануар Сидрихим, Айденжакам, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. В своих выпусках мы рассказывали о вандалах, которые демонтировали фонтаны в центре Караганды. Можем сообщить, что сотрудниками криминальной полиции Михайловского отдела полиции УВД города Караганды задержан подозреваемый в краже. В ходе проведения оперативных мероприятий был задержан 28-летний безработный карагандинец, подозреваемый в хищении фонтанного оборудования. Это 24 латунные форсунки и латунные переходные мосты по улице Кривогуза. Ущерб составил 84 тысячи тенге. Как было установлено, задержанный продал похищенное фонтанное оборудование одному из жителей города, у которого похищенное впоследствии было изъято сотрудниками органов внутренних дел. 28-летний безработный был задержан недалеко от своего дома. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 175 УК РК, проводится расследование. Фонтаны работают и радуют жителей свежестью воздуха, прохладой в знойные летние дни. В завершении выпуска еще об одном. Сарарка будет выставлена на торги. Даже команда, ставшая чемпионом высшей хоккейной лиги, попала под вторую волну приватизации. Теперь карагандинский клуб Сарарка перейдет в частные руки. Сумма грандиозной сделки пока не разглашается. Все продается по коммерческой цене. Нет никаких заниженных стоимостей или квазиденежных поступлений в виде купонов, ваучеров и так далее. Прокомментировал ситуацию вице-министр финансов Республики Казахстан Руслан Даленов. Помимо нашей любимой хоккейной команды Сарарка, с молотка планируют пустить и легендарный футбольный клуб Кайрат. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Аман Саввулмсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова